шалом дорогие друзья мы очень рады сегодня не только тому что мы можем пообщаться и передать наше поздравление для общины для каждого человека а также сказать что мы действительно очень скучаем за нашей общины за теми людьми которые с нами в служении те кто поддерживает руки те кто заботится друг о друге те кто сегодня ездит почти на ноль помогая тем людям которые сегодня пострадали во время войны во время всех этих бомбежек всех ситуаций которые сложиваются в украине я верю что мы общим делом можем продвигать царство божие помогает друг другу и благословляя друг друга и не забывать что молитва которая происходит сегодня по всему миру за украину за служение за еврейский народ особенного во время суккота важно то что происходит ужасно ужасно со стороны человеческого понимания и конечно же бог тоже на это смотрит как убийство как ненависть к своему соседу что является преступлением перед ним и в писании об этом тоже говорится но я сегодня хочу сказать что во время суккота еврейский народ не только благодарил бога за то что может иметь благословение и просит за дождь а последний дождь который будет сильный крепкий для того чтобы был хороший урожай но также они и свое время молились за народы которые их окружают принося жертвы мы это можем читать писание в танахе в левитах том чтобы приносили жертвы в 1 2 3 4 5 6 7 и на 8 день время суккота приносили жертвы и в общем сложности 70 жертвы носилось в это время это было за народы давайте представим себе такую ситуацию что росушана является этим началом праздника который взовет нас к покаянию покаянию и иван креститель да мы говорим йоханан который был у источника до такого движения пробуждения говорил о покаянии некий голос пустыне который звал людей к покаянию мы также понимаем что йом кипу является тем местом где мы говорим друг другу доброй записи книги но на самом деле мы говорим о том что наши дела они будут судимы это для еврейского народа день покаяния очень важно йом кипу и мы продолжаем дальше ходатайствовать за народы что я имею ввиду что сейчас в моем разговоре что мы должны ходатайствовать за врагов за то чтобы они остановились а то чтобы господь господь дал свое справедливое наказание да но в справедливость чтобы господь дал милость и благодать потому что люди сегодня нуждаются боги решение которые не делают они сложные решения я хочу обратиться ко всем нам чтобы мы были в позитивном настроении что бог с нами на нашей стороне что мы молимся и ходатайств перед всевышним за народы и за тех кто нас обижают также чтобы это все наконец-то остановилась если это продолжается нам нужно стать твердо твердо вере что бог милосердно милосердно в иоанна 9 глава мы можем читать о том что после праздника сухот ишуа сделал чудо чудо которое называется прозрение слепой стал видеть интересно что ишуа отсылает этого слепого к источнику откуда черпали на священники воду для того чтобы на церемонии которая была в храмах на храмовой горе нам возливали воду на алтарь и там на жертвенник то есть клубы так они говорили об облагословении мая мая месосон то есть вода вода жизни и ишуа делает очень сильное заявление он первую очередь делает заявление о том что он есть свет миру во время праздника сухот и он говорит о воде живой который у него есть кто жаждет приди ко мне и пей но также в конце то великого праздника он делает что что утверждает именно свое призвание которое в нем есть это призвание кто он такой и дело исцеления он интересную вещь просто плюнуть сделал бремя помазал глаза и подсказали дипа амосе он слепой с рождением омылся вот это эта ситуация очень интересная люди взяли его родителей этого этого слепого и попросили дать отчет после всех этих разговоров и фарисеи и книжники некоторые священников да пришли к выводу они интересном говорят воздай богу славу этот человек грешный я даже думаю позже они воздают тебе славу даже при том что они говорят о том что ну ситуация она вышла из-под контроля потому что ишуа исцелил человека на шаббат этот интересный ответ этого человека в том что я был слеп а теперь я вижу мне все равно ваши выводы кто он но кто кто исцелил меня слепого с детства дал мне теперь и надежды то кто мог это сделать точно он не не грешный человек и я воздаю славу богу давайте мы тоже будем молиться чтобы у врагов наших до открылись глаза на то происходящее год и восемь месяцев до это сложно понять но надо чтобы эти люди они прозрели чтобы их не глаза открылись на все то что происходит поэтому наша задача в это в эти праздники стоять в молитве проломе за наш народ за еврейский народ перрочий чтобы у них открыли глаза и наших врагов открылись глаза тоже о том что ситуация в котором мы проходим поэтому пускай будет ваши ваши молитвы услышаны а наши надежды будут только в боге в этом благодарна всем вам за это временем